Хочешь что? Сегодня у меня только денег с собой не хватит. Есть собаки? Ходя сестрися? Нет, наверное. На море собрались. На море собрались. Сама не хочешь экспериментировать сбоку? Не хочу. Вы меня обидели. Обиделась на вас, не хочу. Обиделась? Вы меня обидели. Слез моих не видели. Даже тут стало меньше. Народа. Народа. Сегодня достаточно ветрено. Ирай говорит Джорджио, а это вот мужик. Ну что же, Ольга Станиславовна, вы скажете по поводу сегодняшнего замечательного солнечного дня? Ветреного. Очень ветреного дня, безусловно. Мы пойдем море проверим. Море проверим, не уползли куда оно. Восьмое сентября, а мы на море идем. Да, как старички, обычно 8 сентября на море ходят кто? Те, кто на пенсии или в детском саду, правильно? Сколько машин много. Вот те в том комплексе стоят. Вот как они все лето здесь стояли, все места заняты были, так они и сейчас продолжаются. Один, наверное, круглый год из нас живут там. Наверное. И вот тоже полно в этом комплексе, в МТС. Тоже много машин, и снаружи очень много машин стоят. Никогда здесь пусто не бывает вот на этом вот месте парковочных. У них здесь подземная парковка есть внизу. Интересно, МТС найдем и закроется? Ну не знаю, если вот, как сейчас мы видим, движух какая здесь есть. Сколько людей вот в этом комплексе живут? Сколько живут в самом МТС? Не разумно, да, закрываться? Зачем закрываться? Зачем закрываться? Наоборот, только народу еще больше будет ходить. Ну да, больше было бы некуда. Больше бы некуда, да. А здесь очень много бабушек, дедушек, которые... Как это сказать? Они никуда так далеко и не пойдут, и не поедут. Вот смотрите, все парковочные места заняты. Вот одно появилось свободное. Вот и все, что мы сейчас увидели. Вчера мы шли по Мерсину ночному. Вот так развалилось на всю эту... На все лапки передние и задние. Кошка сверху машины. Они тут вообще нет целая. Не стесняются. Ну да. В принципе, ночной Мерсин прикольный. Надо как-нибудь туда еще забуриться. Как вы на это смотрите? Ну да. Специально вечерком туда выдвинуться. Так, чтобы узнать во сколько автобусы прекращают ходить. Чтобы обратно не пешком. Ну да. Я бы не сказал, что там какой... Ну как это... Лас-Вегас, да? Но приятно так в городе. Комфортно. Много прогулочных зон. Много езди покушать, езди посидеть. Езди полежать даже. Там полно всяких мест засаженных травочкой. Ну и уже торговля приехала. Пока я только приехала, еще не расставлялась. Нарова. Сегодня волнушка прям такая веселая. Будет полной плавки песка. А я шапку забыл одеть встать. Сейчас меня хватит солнечный удар. Влаги сняли эти, отвисели большие, праздничные. На нашем пляже не очень много народу. Буквально здесь парочка. И тут троечка. Троечка и мы пришли. Сегодня такая веселенькая волна на море. Соседей вот сейчас побольше стало. Соседи вон наши знакомые. Там дальше была в Сербии. Вот эти ребята тоже из соседнего блока. А мы пойдем домой. А тут пусто, да, вообще никого? На том пляже обычно побольше бывает народу. А сегодня нет никого. Ой, друзья, накупались мы. Пришли с моря. Не знаю, что готовить на мукбанг. Напишите нам, пожалуйста, посоветуйте в комментариях. Что готовить на мукбанг? Это прям вот чуть ли не каждые пару-тройку дней. А то и бывает каждый день такой вопрос. Что будем готовить на мукбанг? Я готовлю очередной рецепт. Консервацию делаю. Чуть позже покажу вам. Олечка, ребенок наш младший. Олечка из Майами, к вам обращаюсь. Занимается английским. Мы решили с Алексеем. Очень интересная программа. Вот это дуолинга, да. Мы стали заниматься. Прям зависли. Я аж до того заигралась, что долго достаточно. Не знаю, ну, около часа, наверное, играла и вырубилась. Днем сегодня поспала немножко. Вот. Слышу вот эти вот длинг-длинг, когда проходит что-то или иной уровень, да. У Олега дзынькает, у Мишутки дзынькает. У нас только Алексей не играет. В общем, мы тоже все подсели. Спасибо вам большое. Но все равно решили учителя пока оставить. Пока хотя бы. Вот. А там видно будет. Олегу точно будем оставлять, наверное, учителя. Ну, опять-таки, будет видно. Посмотрим. Но на игру эту подсели. Играем. Олег у нас школьными предметами занимается. Миша английским в комнате занимается. Олег. Да. Как твои успехи? Нормально. Все. Все хорошо? Да, да. За сегодня все предметы сделал? Ну, доделал. Заканчиваешь, да? Ну, да. За вчера, позавчера все предметы сданы? Ну, у меня там по вчерашним предметам скажут честно. Ага. Там есть вопросы, поэтому надо еще к папе обращаться. Ты не сдал, что ли, домашнее? Ну, пока нет еще. Ну, обращайте. Не тяни время. Хорошо. Ты должен наперед делать, а ты хвосты оставляешь. Зачем? Ну, как говорится, обращаюсь и все обдумаю, и уже будет окончательно. Не тяни время. Ради бога, не тяни. Не тяни. Алексей там работает, как всегда. Мишутка занимается. Все у нас хорошо. Вот. Миша, конечно, нервы сильно трепет. Уже все на взводе. Уже и Алексей каждый день на него срывается. В общем, я не знаю, чем все это дело закончится. Мне кажется, закончится тем, что среди учебного года пойдет в турецкую школу. Нет, Леша? В общем, будем вас держать в курсе. Нам снова помогают. Вот. У нас лампа блогерская загорела. И теперь сосед пришел с паяльником. Да, ну-ну-ну-ну . Пап saint, киix . Олег, что такое ? Почему? Не восстановить. Не восстановить? Угу. Нет, наоборот, восстановить, да? Было. Окей. Окей. Угу. Эээ, ты хорошо? Угу. Да? Хорошо ли я поя? Ха-ха. 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 Папа, ты же ни разу не поял. Поёт? Пою я лучше скажи. Поёт он лучше скажи, Олег. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ээээ. Скажи, Олег, поёт он лучше. Ха-ха-ха. He's singing better. Ха-ха-ха. Who's singing? And dancing better. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Yes, yes, yes. Please? Yes, please. Это выключить, Лёшка? No, no. Доброе утро, дорогие друзья. Всем желаем такого же солнечного отличного дня, хорошего настроения. Доброе утверждение. Ой, мы сегодня проснулись. Как всегда рано, но я немножко подремал. Я уже один он сделал. Миша сделал. Что у тебя по окружающему миру? 5. 95 баллов. Где-то ошибся, да? Чуть-чуть. Ну да, там был вопрос. Выберите правильное утверждение. Мы выбрали что? Ну, выбрали утверждение. И там был вопрос. Ну, одно утверждение. Народов более 180, ну, более 180 народов. Угу. Мы выбрали, ну, мы этого не выбрали. А потом нам пишут, что правильный ответ был вот эти вот 180 народов. Угу. Спасибо, а хоть в этом, как это называется, в видеоуроке говорилось, что 160 народов. Более 160. И вы не стали более 180 отвечать, а в правильном ответе надо было ответить. Да. Из-за этого 5 баллов снизили. Да. Остальное все правильно. Молодец, умничка. Пятерка по окружающему. Олег вчерашний доделал? Ну, по крайней мере, я уже, так сказать, закрываю. Ты не доделал тест, который ты в 7 утра начал? А, почему я доделал? И что у тебя? Четыре вышло. Четверка, да? Ну, да. Ну, там предмет сам, потому что я такой сложный. Ну, нормальная оценка, что ты. Ну, да. Вот, мы собрались завтракать. Всем приятного аппетита, кто с нами завтракает. И нам тоже приятного аппетита. Приятного аппетита. Мы сегодня едем, работаем в полях. Всем еще раз привет. И, как оказалось, Ольга, Ким, самая пунктуальная из всей нашей компании. Я так торопилась, я так переживала, что мы опаздываем. Время... Договорились 10 встретиться. Время 10 часов 10 минут. Я вышла. Никого нет. Так на Алексея ругалась. Давай быстрее, давай быстрее. В общем, теперь сижу здесь в тенечке на ветру. Дует такой приятный ветерок. Вот. На солнце, конечно, жара. Ну, в тени очень даже комфортная погода. Я сижу, жду всех мужчин. В общем, мы поедем с нашим турецким другом и с Алексеем. Вот. И я жду мужчин. Сегодня работаем в полях. На кулинарном канале вас ждет сюрприз. Поэтому, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Так у нас тихо, спокойно, классно, красиво. Сейчас покажу вам немножко. Вот такие клумбочки. Управляющая компания способствует тому, чтобы рабочие ухаживали за клумбочкой. Так у нас красиво, хорошо здесь. Можно сесть за стол, посидеть. В беседке можно посидеть. Там у нас бассейн за этими кустами. Но он почему-то по техническим причинам уже третий день не работает. Не знаю, что там случилось. Но мы не сильно страдаем, потому что мы в нем и не купаемся. Разочек с Мишей окунулись. Вот. А так, чтобы прям вот с ума сходить по бассейну, то из него не вылазить. Такого у нас нет. Миша бы, конечно, не вылазил бы из него, если бы разрешали родители. Но бы мешает. Вот. Такие у нас дела. Никого нет, представляете? Я тут сижу одна. У нас вот такая красивая беседка. даже постарались такие украшения повесить в виде колонн. Hello! Вот так готовят чикёфте в Турции. Интересно, да? Интересно, да? Там камушек еще какой-то. Вот так это потом будет выглядеть. Подают с гранатовым соусом. Мы уже пробовали. Это очень вкусно. Всем привет, друзья. Еще раз. Привет. Это продолжение нашего влога, в котором мы решили записать... Вот сюда надо смотреть. В котором мы решили записать для вас информацию о том, сколько денег мы потратили для получения ВНЖ в Турции. Вот. То, что мы кусочек отсняли вам репортажа в ресторане, из ресторана, то мы продолжим показывать в следующем влоге. Вот. Давай, Алексей. Сколько ты денег расскажешь? На какую сумму ты раскошелился для получения ВНЖ? Да. Ты тут написала сумму, а не будешь рассказывать? Будем подробно сейчас рассказывать. А показывать картинки? Да картинок не обязательно. Зачем? Для получения ВНЖ... Мы сейчас... Мы получали ВНЖ в Мерсине. Возможно, что где-то в другом регионе, в другой области, Алания, Анталия, это другая какая-то будет... Сумма. Список документов, мне кажется, вряд ли. Но сумма может различаться однозначно. Госпошлина вряд ли тоже будет отличаться. Но страховка и переводы будут отличаться, скорее всего. Вот. Мы подробно останавливаться на том, какие документы мы не будем. Мы просто сейчас в общих чертах расскажем, какую сумму мы потратили для получения ВНЖ. Если нужна информация о том, какие документы, подробно, по пунктам, то пишите в комментариях. Мы посмотрим, насколько это будет интересно вам, нашим зрителям. И, соответственно, запишем такое видео тоже. Мы сейчас только расскажем о наших расходах. Да. Мы потратили 100 лир на фотографии. Фотографии биометрические. Биометрическая фотография на одного человека в количестве четырех фотографий стоит 25 лир. Соответственно, мы, семья из четырех человек, потратили 100 лир ровно на фотографии. Да. В фотоателье много. Зайдете, скажете, мне биометрик и, что там надо сказать еще, ГОЧ? Для Кимлик. Для Кимлик, да. Для Кимлик. У них там чуть другие какие-то есть, но... Да, они уже знают. Да, они знают. Он прям нам показал свой Кимлик для вот этого. Мы такие, да, окей. Он такой, все знаю, говорит. Кимлик – это такая маленькая карточка, типа как водительские права в России. Да, пластиковая. Пластиковая. В 100 лир это стоит. Да. Перевод. Мы переводили три документа – это свидетельство о браке и свидетельство о рождении Михаила и Олега. Да. И за это мы все заплатили 860 лир. Из них 240 лир мы заплатили переводчику и 620 лир за нотариальные услуги. Да. В принципе, нотариальные услуги не должны сильно разниться, потому что это устанавливается государством. Ну, там знаете, в чем разница? Ну, перевод очень может разниться. Потому что здесь прям, кого не спросишь, у кого… Все запрашивали по 100 лир за один документ. Соответственно, у нас три документа, мы должны были 300 заплатить. Вот. Ну, мы обзвонили, пообщались с несколькими переводчиками и переводчицами. Вот. И одна из них стала уже прям, чтобы вот видеть горячие клиенты, упускать нельзя. Стала говорить, что поскольку у вас три документа, я вам сделаю скидку с одного документа, за каждый документ возьму по 80 лир. Соответственно, у нас получилось… Сколько? 240, да? Да. Да. Вот. Что касается нюанса по поводу перевода. Смотрите, у нас здесь чеки лежат. За одну бумажку с нас взяли 156 лир 43 куруши и за две бумажки с нас взяли по 228 лир 20 куруши. Да, такса, она одна и та же, тариф один и тот же, но здесь такой нюанс. Свидетельства о рождении у нашей переводчицы вместе с апостилем не поместились на одной странице. Соответственно, она сделала на двух страницах, а две страницы уже стоят 228 лир 20 куруши. Открывай. А свидетельство о браке она поместила на одной странице. Good morning. Hello. Hello. Так вот, нас немножко отвлек наш сосед, пришел, принес нам костюмы для тэквондо. Детям. Детям, да. Вот. Что касается переводов, да, мы говорили. А, я рассказывала, что может быть на двух страницах вместе с апостелированием перевод, а может на одной странице. Так вот, у нас один документ получился на одной странице 156 лир 43 куруши, а два других документа свидетельства о рождении на двух страницах. 228 лир 228 лир 20 курушей. Поэтому, и того, total, общая сумма, вместе с переводом, вместе с заверением у нас вышло 860 лир. И еще мы апостелировали эти документы дома в России. 2 500. 2 500 каждый лист. 2 500 рублей. Да, рублей. Умноженное на 3 равно 7 500. 7 500. Апостелирование документов в России. Да. Да. Это обязательно надо сделать в России. Здесь потом, если без этого, то такой геморрой. Надо куда-то ехать в посольство. В посольство, которое, да. И которое не апостелирует, а какую-то печать брякает. Которая, в общем, целая история с географией. Проще дома сделать. Проще, да. И сделайте это заранее, потому что в регионах это могут сделать быстро, за несколько часов. Но в Москве это точно проверено на нас, на Малоешках. Это делается в течение 5 рабочих дней. Нам вылетать через 4 дня нужно было. Нам сказали, не раньше, чем через 5 рабочих дней. Мы предлагали, давайте там доплатим. Да. Ускоренное. Ускорить быстрее не бывает. Все. Поэтому мы с этими документами пролетели. Но мы оставили документы. Потом оставили доверенность на наших друзей. Они эти документы получили. И по почте нам прислали. И ждали мы эти документы больше месяца. Поэтому, чтобы этот геморрой наш не повторять. Но у нас все равно малой кровью мы обошлись. Нежели если бы мы совсем без апостелированных приехали. Да, да. Потому что мы бы тут носились с ними. Неизвестно. А еще бывают люди, которые приезжают, вообще не берут с собой свидетельство о рождении. Свидетельство о браке. Они просто в России остаются. Да, зачем? Тогда, конечно, придется возвращаться вообще в Россию. То есть, да, за ними надо как-то будет лететь или кем-то передавать документы. Ну да. Так, ты сказала. Потом страховку медицинскую. Здесь их предлагают разные варианты. Мы нашли за 320 лир человека. Страховка нужна только людям старше 18, от 18 до 65 лет. Да, в анкете прямо отмечаешь. То есть, когда мы заполняли анкету детей, мы отмечали, что это лицо младше 18 лет. Лицо младше 18 лет, соответственно, страховка не требуется. И дополню, 320 лир на 2 года страховка. Потому что в НЖ мы получали кемлики свои на 2 года. Соответственно, и страховка должна быть на 2 года. 320 лир получается по 160 лир за 1 год за каждого человека. На 2 года мне, на 2 года Алексею. 320 умноженное на 2, 640 лир. 640 лир, да. При этом, каких бы то ни было медицинских там, скорее всего, не входит. Потому что сумма очень небольшая. Люди по 800 лир в месяц платят за страховку. А мы 160 лир в год. В год. Мы ни на что и не надеемся. Нам просто нужно было оформить. Только для документов. Это нужно было только для того, чтобы собрать пакет документов для получения ВНЖ. Естественно, эта страховка ничего не покрывает. Мы и не надеемся. Мы о ней даже нигде и не говорим. У нас, кто смотрит наш Мукбанк канал, тот знает, что у нас совсем недавно наступил страховой случай. Мы ходили все наличными оплачивали. Страховку свою даже нигде не показывали. Потому что знаем, что за год полторы тысячи рублей, ну ничего нам не покроют. Поэтому мы платили, не надеясь на эту страховку. Она нам нужна была только для сбора документов. Для оформления, как он называется? ВНЖ. ВНЖ, да. Без нее никак. Вообще никак. Дальше. Мы платили госпошлину. Госпошлина у нас оказалась у меня и у жены одинаковая. По 492 лиры. У детей по 308 лир. Я не знаю, от чего она зависит. Но пока ты анкету не сформируешь. Пока ты все в нее не внесешь. Пока ты в конце не нажмешь ее. Типа заполнил там окей. И уже все в самом конце. Она так долго заполняется еще. Только тогда ты узнаешь эту сумму. У нас получилось 492 лиры 13 куруш с меня. Такая же сумма с Ольгой. И по 308 лир 57 куруш с Олегой и Мишей. Итого на 1601 лиры 40 куруш. Вот. Эту сумму можно оплатить в верги налоговые. В верги и аресты, да. А для этого мы получали. Для меня получало агентство недвижимости. Потому что нужно было от моего имени верги. Налоги эти оплачивать при покупке квартиры. Но у мужчин в нашей семье ни у кого не было этого налогового номера. Мы пошли просто вот так на раз-два. И получили абсолютно бесплатно налоговый номер для наших мужчин. И уже с этими налоговыми номерами. Имея эти налоговые номера. Мы оплачивали отдельно каждую сумму. Отдельно за каждого. Соответственно, человек, который в Везне на кассе принимал у нас эти суммы. Открывал там Никифоров Михаил, Никифоров Алексей. Всех по отдельности открывал. И конкретному человеку оплачивал данные суммы. Да. Эти суммы привязаны к нашим налоговым номерам. Оформление вот этого ННН турецкого ничего не стоит. Это бесплатно. В принципе, мы туда ходили ногами. И Ольги, когда Ольги оформляли, и когда нам. А вообще нам там сказали, что можно оформить онлайн. Онлайн, да. Онлайн. Мы единственное, мы включили дурака, сказали, что не понимаем, как что сделать. И начальник налоговой инспекции пыхтел, сидел мне, Миша и Олегу, оформлял этот. Да, вот этим и отличается Турция, что все сотрудники нам сказали, идите к начальнику. Мы зашли в кабинет к начальнику. Начальник нам пытался объяснить, вы это можете, что мы это можем сделать сами. Но когда мы включили дурачков, он потерял свои 10 минут и собственноручно сделал нам 3 налоговых номера детям и Алексею. Они имеют немножко разный внешний вид, эти документы наши с детьми и Олины. Но смысл одинаковый, все деньги попадают, да, все куда надо. Итого, пока Алексей вам рассказывал, я посчитала итоговую сумму, у нас вышло 3201 лира 40 куруш за все вот эти вот документы, фотографии, за все-все-все, что если мы умножим грубо на 9 рублей, да, получается 28812 рублей. К этой сумме мы добавим то, что мы за 7500 апостелировали документы в России. Итого на семью из четверых человек у нас вышло 36312 рублей 60 копеек. Это в рублях и на 2 года. Это, да, ВНЖ на 2 года в рублях, 36 рублей 300, ну 36-300, конечно. В следующий раз, если мы соберемся продлевать это дело, то мы за страховку заплатим, фото заплатим, перевод уже не нужен, госпошлину заплатим. То есть мы будем на 960 лир, а нет, на 860 лир мы заплатим меньше в следующий раз. И 7500 рублей. И 7500 рублей тоже вычтутся из этой суммы, но я уверена, что суммы госпошлины увеличатся, и сумма страховки может быть, но сумма госпошлины точно увеличится. Но не будет той статьи расходов, что апостелировать нам не нужно будет, и нам не нужно будет переводить. Вот эти два пункта исчезнут, когда мы будем продлевать через 2 года свой ВНЖ. Вот такая была от нас информация сегодня. Если она была полезна, обязательно ставьте пальчики вверх, не стесняйтесь, нажимайте на колокольчик, кто еще не подписан, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Если есть какие-то вопросы, мы делали все абсолютно сами, никаким помогайком, никаким заполнителем анкеты. Мы даже на ксерокопии документов не потратили ни копейки. Поэтому все инстанции прошли своими ногами, все везде делали только сами. Тогда даже мы не так близки были с нашими друзьями, и они даже нам не помогали, потому что мы не хотели лишний раз напрягать, не спрашивали ничего. Они так близко с нами не дружили на тот момент, когда мы собирали документы. Поэтому мы все абсолютно сделали сами, это возможно. Если какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Ну а мы уже будем заканчивать. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова. Пока-пока. Продолжение следует...